Девушки отдыхают Теперь нас не только слышно, но и видно Доброе бодрое утро, друзья Эта фраза неустанно мы повторяем, когда начинается будильники шоу Приветствую вас здесь и сейчас на волне Радио Таван, 103FM И, конечно же, в эфире национальной телерадиокомпании Мы по-прежнему Анголицына Максим Попов, ты знаешь, вот я хочу задать тебе такой вопрос вот сразу Делаешь ли ты с утра зарядку? Сейчас все, я свалился сразу, сегодня не делал Вообще, конечно, редко делаю Бывает, но это бывает редко, честно скажу А ты и делаешь зарядку? Ты знаешь, честно скажу, зарядку не делаю Вообще-то они такие честные столовые Да, но ежегодно, в апреле, где-то в середине я начинаю утреннюю пробежку И бегаю вторую половину Давно я? Нет, вторую половину весны и лета Поэтому я жду, когда же уже будет тепло Прям тепло-тепло И я буду с хорошим настроением, с наушничками В ушах бегать и заряжаться позитивом Ну ты знаешь, я если бегаю, то тоже только когда тепло Либо даже если жарковато, тогда мне комфортно А если вот так прохладно, я обязательно поймаю холодный воздух и заболею Вот уже проверено неоднократно Поэтому, друзья, на самом деле, будьте аккуратны Если вы начинаете бегать, то закрывайте дыхательные вот эти вот пути Какими-то специальными шарфиками А ты где бегаешь обычно? У меня рядом лесополоса А, то есть ты прям по пересеченной местности, это сложнее ведь? Ну, ты знаешь, у нас там есть такие хорошие дорожки Натоптанные Да, я добегаю до аэропорта и обратно в Нево-Южный район Нормально, ну молодец, я тебя поздравляю с этим А к чему вопрос вообще? А к тому, что сегодня мы будем говорить про спорт, но об этом чуть позже А пока, друзья, доброе утро, отличного настроения, музыкальная пауза прямо сейчас Солнцем в день, в первый раз, вдруг твоих коснется глаз В первый раз, в первый раз В первый раз лет за ним Ты захочешь стать другим Не таким, как сейчас За звездами мир Жить, уметь, как летать Вспоминать и забывать И любить, и прощать Каждый день, новый день Просто жить среди людей Быть добрее Быть добрее За звездами мир Тянется вверх И падает вновь Так Это же жизнь Это же жизнь Это же жизнь Это любовь Новый день Новый день 18-е, представляете, апрель Я всегда не устану просто вот Как-то удивляюсь тому, как быстро бежит время Надеюсь, что это ощущение только у меня У вас не так Ну, конечно же, в новом дне Хочется быстренько пробежаться по тем датам, которые пришлись на 18 апреля в те или иные годы И вот прям Начинаем Ну, начинаем Год веков 1242 год, друзья День воинской славы России Ледовое побоище Именно 18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере Праздник учрежден федеральным законом от 13 марта 1995 года Вот так вот Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всем мире отмечает свой профессиональный праздник Всемирный день радиолюбителя Ну, надеемся, что сейчас кто нас слушает на волне родного радио 100 и 3 FM Как раз таки и, в общем-то, попадает под этот праздник наши радиолюбители Мы вас и мы вас любим А давай всех гостей позовем сегодня Приходите к нам на Таванрадио Мы вас чаем угостим, да? Так что радиолюбители вас с праздником Ну и слушайте Таванрадио, конечно Всем, кто слышит нас, маршрутка Тоже большой пламенный привет Накажем телезрителям Просыпаемся вместе И, опять-таки, повторяюсь, 18 апреля Да, при котором пришло много разных событий Вот, например, в 1902 году в Первом мире для опознания преступников была применена дактилоскопия Это метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев Основанный на уникальности рисунка кожи То есть каждый человек обладает, как всем нам известно, индивидуальным рисунком на пальчиках Вот поэтому дактилоскопия очень важна и нужна Интересно Ну и 95 лет назад в Москве открылось автобусное движение Первый автобус начал курсировать по Москве именно 18 апреля 1922 года Этот первый автобусный маршрут связал ныне Комсомольскую площадь с Белорусским вокзалом Определенного расписания движения не было Автобус просто ходил время от времени с одной точки в другую Ну и вот 18 апреля – это как раз-таки дата Когда случилось спортивное событие, с которым ты начала сегодняшний день Не знаю, почему ты мне задала вопрос про как раз-таки зарядку Может быть, ты знала о том, что 18 апреля 1923 года, друзья Было создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо» О всех динамоцев мы тоже поздравляем 18 апреля 1917 года родился Георгий Витцин Советский российский актер театра и кино Народный артист СССР И 88 лет назад родилась Галина Брежнева Дочь генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Да, также в этот день, в 1930 году, родился Натан Эйдельман Советский писатель, историк, литературовед А давай тоже поздравим всех тех, кто сегодня празднует свой день рождения Я думаю, что у нас сослуживцы такие же Есть пользу и случаем Всем большой пламенный привет, друзья! Это был Новый Дель, 18 апреля Что значит было? Он начинается вместе с нами, с будильниками шоу Да, друзья, оставайтесь с нами Делайте громче свои радиоприемники Ну и телевизоры Я думал, ты скажешь, делайте зарядку вместе с нами И зарядку в том числе Я думаю, мы сделаем немножко, чуть позже Да? Ну давай Посмотрим сначала музычку, послушаем Ну а потом, может быть, пританцовывая, приплясовывая Будем как раз-таки заряжаться энергией на весь день В огороде Черно-ретька 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 На дырмошке Играет Петька Играет Петька Играет Петька Ой, Мама, что будет? Сердце не забудит Сердце не забудит Боя-я-я Ой, Мама, что будет? Сердце не забудит Сердце не забудит Боя-я-я Чебо, старый танцуй consistent В обгороде помидоры, помидоры, помидоры Повстречалась я с Егором, я с Егором, я с Егором Ой, мама, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет Ой, мама, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет Ой, сердце не забудет В обгороде у калитки, у калитки, у калитки Обнималась я с Никиткой, я с Никиткой, я с Никиткой Ой, мама, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет Ой, мама, что будет, сердце не забудет, сердце не забудет Ой, 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 ой В обгороде на скамейке, на скамейке, на скамейке Целовалась я с Андрейкой Я с Андрейкой Я с Андрейкой Ой, мама, что будет, сердце не забудет Сердце не забудет Ой-ой-ой Ой, мама, что будет, сердце не забудет Сердце не забудет Ой-ой-ой Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Не забудем траля-ля! Мы сейчас, друзья, здесь под эти веселые зажигатели ритма народного ансамбля, но тем не менее, так вот как-то мы взбодрились, а ну весело! Ты просто так спела «не забудем траля-ля!» Мне очень понравилась именно эта фраза, но тем не менее. Не забудем траля-ля, конечно! Друзья, продолжаем «Будильника» в прямом эфире. Вот, Максим, не просто так я спросила с утра тебя про зарядку. Вот учеными установлено, что ежедневная утренняя зарядка повышает интеллект, улучшает реакцию дисциплины человека, способствует улучшению организаторских способностей. Ну, это здорово! Представляю! Потому что, на самом деле, спорт, ну, если вот в такой дозированной, как мне кажется, для нас с тобой, в какой-то дозе, это как раз-таки повышение какой-то целеустремленности, либо для детей. Ну, когда тебе нужно подтягиваться, не хочется же это делать, да, ты подтягиваешься, вроде тебя не получается, но ты идешь к этой советной цели. Как бы ты вырабатываешь, мне кажется, в себе вот именно вот это вот такое снастойчивость и упорство. Согласна, и даже утренняя зарядка повышает самооценку, уверенность в себе. Вот смотри, лучшие спортсмены мира для повышения спортивных показателей ведут дневники тренировок. Ну, мне кажется, те, кто, ребята, сейчас занимаются и активно, между прочим, сейчас уже, мне кажется, многие посещают спортзалы, да, и как раз-таки знают. Ходят с тетрадочками, записывают все это, ведут дневничок, что не съели, какое упражнение сделали, и потом подсчитывают и колораж, и как раз-таки подсчитывают, какое вот, например, на прошлой неделе, например, подняли вес, а вот в этом. Ты знаешь, я восхищаюсь такими людьми, потому что это такой силы воли нужно иметь, чтобы ввести контроль даже за тем, что ты ешь, сколько калорий ты употребил, да, сегодня. А нужно брать с них примеры, я считаю. Ну, у тебя все в порядке, ты побегаешь сейчас полмесяца, у тебя будет все опять здорово и хорошо, между прочим, друзья, это вот как раз-таки, да, жиросжигание, это пробежки и все аэробные нагрузки, это вот как раз туда. Но если вы хотите нарастить мышцы, как утверждают, в общем-то, специалисты в этой области, тогда нужны славы и тренировки, тогда нужно как раз-таки питание соблюдать, и все это очень непросто, и бодибилдинг такой, значит, спорта, если говорить о тренировке тела, и именно его оформление, то он достаточно такой скрупулезный, недешевый, надо признаться, и небыстрый результат. Согласна. Большая часть олимпийских рекордов установлена в послеобеденное время, поэтому самым эффективным временем для тренировок является временной отрезок с 16 до 19 часов вечера. Ну, вообще, да, считается, что лучше заниматься спортом тогда, когда организм полностью проснулся, но, видимо, вот это тоже, это можно аналогию с певцами, которые утром не голосят, поют только после трех или, ну, у кого-то двух, а некоторые вообще после четырех только вечера, ну, 16, да, часов, потому что вот все, аппарат уже разогревается, так же, как и мышцы, складки, те же мышцы, и вот уже в полном таком рабочем состоянии. Вот еще интересный факт. Вопреки бытышему мнению, недавние термопояса или обмотка полиэтиленовой пленки во время тренировки не способствуют более быстрому похудению, однако могут вызвать перегрев и обезвоживание организма. Ты меня сейчас разочаровал, я же обматываюсь. Да? И бегаю, да? И бегаю. Шурша. Вот теперь ты знаешь, что это просто лишняя трата денег на полиэтилен, так что обязательно водичку с собой бери, потому что какой-то глоточек воды обязательно надо делать во время тренировок, иначе на самом деле может произойти обезвоживание. Обезвоживание очень вредно для организма. Что интересно, показатели гибкости правой и левой сторон тела не будут одинаковы. Вот я вспоминаю сразу детство свое, на правую ногу хорошо садилась на шпагат, а на левую тяжеловато так было. Скорее всего, ты правша, если у тебя правая ведущая сторона. Обычно это бывают те, кто правши и левши, но даже если пишете вы ручкой, например, и держите ложку в правой руке, это не обязательно, что вы правша. Вы можете быть просто переученным правшой, а биологически левшой. Поэтому у вас будет ведущая сторона именно левая. И как раз таки выпады, к примеру, на левую сторону будет делать легче, чем на правую. Вот интересный факт. У многих актеров, которые снимались в известном фэнтези-боевике «300 спартанцев», из-за постоянных тренировок возникали переутомления. Каждое утро актеры начинали с 50 прыжков, 50 отжиманий, 50 подтягиваний и 50 жимов штанги. Ну, конечно, для того, чтобы создать эффект гладиаторского тела, необходимо его таким сделать. А это только не такой вот большой-большой труд и усердство. И еще один интересный факт. В крупной американской компании введены 30-минутные перерывы для сотрудников, чтобы те занимались бегом и таким образом укрепляли свое здоровье. Вот сидишь ты на своем рабочем месте с 8 утра, уходишь только на обед, а тут тебя заставляют, например, пробежаться вокруг здания. Здорово! Ну, у нас тоже 5-минутки никто не отменял. Вы можете сеть за компьютером, например, если устали встать. И даже многие специалисты, медики рекомендуют это делать. Если вы долго сидите, а более часа, полтора часа за компьютером, то необходимо просто делать такие 5-минутки. Встать, сделать зарядочку. Пусть сослуживцы немножко посмеиваются. Зато ваше здоровье будет, как и прежде, в хорошей форме. К чему бы это, друзья? Вот про спорт мы говорим, про полезные какие-то советы. Чему бы это мы тебя хотим спросить вместе с телезрителями и радиослушателями, главное. А потому что совсем скоро у нас в гостях в прямом эфире появится спортсмен. Всех секретов раскрывать не будем, вот такую интригу мы задаем, а поэтому оставайтесь с нами. Да, и слушайте хорошую музыку, заряжайтесь вместе с будильниками шоу на весь день хорошим настроением. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой хоккей под занавес сезона в Чебоксарах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего один день. 21 апреля. Город Чебоксары. ДК трактора строителей. Не упустите шанс увидеть концерт прославленного ансамбля танца «Казань» с участием звезд истрады Татарстана. Телефон для справок 51-25-20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый выпуск ток-шоу приложения «Силы» смотрите 18 апреля в 20 часов 30 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне однажды сказали, что скоро у нас будет дома все в корзинах. На самом деле у меня все в корзинах. Ну, в основном, это, конечно, функциональные вещи. Встретимся с вами 23 апреля в 19 часов на национальном телевидении «Чуваши». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо летом в лесу, чистый воздух, пение птиц. Но одна спичка может уничтожить всю красоту. Берегите зеленые легкие. Они помогают нам дышать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За холодным окном колдует зима все, что было давно. Заметает она, заметает любовь, Что когда-то была между мной и тобою. Заметают следы на протрогшей земле, Заметают слова, что шептала ты мне. Заметает все, что в том, что позвали мы Бесконечной мечтою. Не забывай меня! Не забывай меня! Пусть рядом с тобой, сегодня другой. Не забывай меня! Не забывай меня! Не забывай меня! Пусть сердце твое останется все. Не забывай меня! Я не знаю, где ты в этот час, в этот час. Я не знаю, кто рядом с тобою сейчас. Вспоминаешь ли ты иногда обо мне, Когда грустно бывает? Лунной ночью опять ты откроешь глаза. На подушку твою упадет вновь слеза. Вспоминаешь ли ты о любви, что горит, А потом угасай. Не забывай меня! Не забывай меня! Пусть рядом с тобой, сегодня другой. Не забывай меня! Не забывай меня! Не забывай меня! Пусть сердце твое останется все. Не забывай меня! Пусть сердце твое останется все. Помню блеск твоих глаз, помню руки твои Помню каждый наш день, помню каждый наш час Помню каждую ночь, помню каждый рассвет Что встречаю с тобою За холодным окном колдует зима Все, что было давно, заметает она Заметает все то, что с тобой звали мы Бесконечной мечтою Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой, сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть сердце твое останется все Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой, сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай Не забывай меня Пусть сердце твое останется все Не забывай меня Не забывай меня Утренний гость Продолжаем, друзья Это будильники Вот так вот раскрываем небольшие секреты Небольшие тайны Но перед этим, Максим А каким видом спорта ты любишь заниматься? Я никаким не люблю Но у нас уже так режиссеры показали Вдруг какой будет Я сразу вспомнил песню Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей И между прочим, друзья Вот в отличие Не побоюсь этого слова от футбола Ну уж никого не хочу обидеть Но тем не менее Хоккей в России на высоте Их всегда приятно смотреть И хочется включать телевизор Когда наши хоккеисты играют Как здорово они это делают И у нас, друзья И не только в России, я хотела сказать Но и в Чувашии, и в Чебоксарах Ведь есть свой хоккейный клуб Чебоксары И сегодня у нас в гостях Спортсмен Вратарь Михаил Фофанов Доброе утро Доброе утро, доброе утро, господа Прям вот такой вот Мне тоже захотелось почему-то Олимпийку надеть И тоже быть на спорте Нашему режиссеру, видимо, тоже Понимаешь, он начал с утреннего гостя Сразу, видимо, Олимпийка Пригвоздила просто свое внимание Ну вот, Михаил Сразу вам вопрос Почему хоккей? Зачем это было нужно? Либо это не спросили А знаете, когда маленькие дети Ну я начал заниматься с 6 лет И так получилось, что шел в бассейн И проходил мимо хоккейной площадки И вот детский разум решил Что нужно посмотреть на лед И как все это классно выглядит А тут же это заметили родители И подумали, что стоит попробовать меня в спорте И так и получилось год за годом И начинал кататься на луже То есть возле дома А потом уже форма, шайба, скорость Все это А ты помнишь вообще первый свой выход на лед На коньках, как это произошло? Ну то есть не на игровой, конечно А вообще, когда ты впервые в детстве Ну это маленький возраст Все-таки 5-6 лет Встал на коньки, как это было Помнишь? Это незабываемо То есть я вышел на лед с дедушкой И первые шаги, первые падения Больно, холодно Еще и в Ленинграде погода такая была Что примерзали руки, языки Все хочется исследовать, посмотреть Но зато, когда все начало получаться То есть я впервые поехал, покатился Это незабываемо Это даже сейчас, когда каждый раз на ледку ходишь Это вызывает те же самые эмоции Миш, вот сейчас не спортивный вопрос задам И тебе передам слово, ладно? А вот сейчас оговорка была или нет? В Ленинграде? Или все-таки питерцы? Ты все-таки питерица Потому что суть твоего возраста По внешнему виду Но говоришь в Ленинград Ну родился ты в Ленинграде, получилось То есть я 91-го года рождения И как-то это в паспорте написано Поэтому все-таки Ленинград Для меня он всегда станет Ленинградом Друзья, что еще интересного из области хоккея Мы узнаем совсем скоро Прямо сейчас послушаю музыку А потом вернемся и продолжим разговор С нашим замечательным хоккеистом А спортсменом хоккейного клуба Чебоксары Михаилом Фафановым Хоккейный клуба Чебоксары Мизеря буслапар Тва-тарай Тва-тарай буслапар дей Адя карамарапла Твое-тарай буслапар КОНЕКТА СЕЛОСИ ШАНЫСПАДЫМ СЮНЕЧЕР СЕЛОСИ СЕЛОСИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Dix and Jane Утренний гость Продолжаем общаться с нашим гостем в Будильниках. Сегодня это вратарь Михаил Фопанов из хоккейного клуба «Чебоксары». Еще раз доброе утро. Доброе утро. В городе Новочебоксарск. И в основном все ребята оттуда решили, что Чувашской республике тоже нужен хоккейный клуб, он должен быть городским, содержаться администрацией. И, между прочим, делают они это очень хорошо. Для дебютного сезона условия просто великолепные. А какие успехи были, подводя итоги этого года? Что можно сказать? Год был так вот хорошим? Или могло быть лучше? Или впереди нас ждет такое? Я думаю, впереди нас ждет просто невообразимое. Потому что начали сезон мы просто прекрасно. Потому что долго держались на первом месте. Закончили, выполнив в основном задачи, потому что мы попали в плей-офф. Это игры на выбывание. И заняли восьмое место, но боролись с первым. И делали это просто великолепно. То есть две игры перевели в овертайм и проиграли в одну шайбу. Вот сезон заканчивается. Каким матчем вы заканчиваете сезон? Совсем скоро ведь он состоится. Вот об этом поподробнее. Да, 25-го числа в 18.30 состоится матч «Битвы двух столиц», так называемый. Будем играть с казанским «Барсом». И это будет некий подыток сезона, я думаю. И шанс посмотреть на новых игроков, которые приедут. И билетов практически уже не осталось, да? Да, честно. Даже приходилось невесте идти мне и покупать билет. И достаточно сложно достать нужные места, потому что билетов очень мало осталось. Миш, вот хочу сразу задать вопрос. Команда молодая, но она собрана со всей России. География игроков какова? Вот можешь об этом рассказать? Вот ты, я так понимаю, из Ленинграда, из Питера. Да, совершенно верно. Есть ребята еще откуда, ребята? Ну, из Москвы, из Тагила, из Урала. Есть ребята из Снежинска. То есть, городов, если взять карту России, и можно флажков понатыкать. Можно. Очень много где. Это хорошо, это здорово, мне кажется. Скажи, а вот сам тренер, он откуда? Сергей Зинулович Нуржанов, он, честно, я не интересовался, но в прошлом году он, я так понимаю, что сам из Тагила и тренировал там. Поэтому, скорее, Тагил, да. Скорее. Где родился... Ну, у тебя будет теперь пола, собственно. Да, спросите, откуда вы? Здрасте, откуда вы? Ну, как-то не принято у нас, что ли. Миша, а как семья все-таки? Или ты как-то сюда, может быть, ее перевез? Да, со мной приехала моя невеста, она меня поддерживает везде, присутствует на каждом матче, то есть, это моя опора. Невеста-спортсменка? Конечно. Да? Какой виспорт? Да, она у меня занимается тайским боксом, занималась чемпионкой Белоруссии. И сейчас в Чебоксарах тренируют, преподают девушкам самоборону. Так что, если ты хочешь еще и обороняться, научиться, пожалуйста, у тебя уже есть, к кому обратиться. Как вам Чебоксары? Нравится город? Да, честно, очень нравится. Мне повезло, я приехал из Питера сюда, и особого контраста такого сильного не увидел, потому что и здесь есть красивые набережные. Погодные условия, конечно же, лучше. Ну и люди, соответственно, все доставляют безумное удовольствие. Да, люди у нас солнечные, яркие, это так. Это здорово, да, ну вообще солнечные чуваши, не зря же говорят. А смотри, вот как, давай немножко окунемся в процесс, вот творческий чуть не сказал, но тем не менее, спорт это тоже творчество отчасти. Как это все проходит? Как проходит процесс занятий, тренировки вот в вашем хоккейном клубе? Что это? Вы встаете по расписанию, едите по расписанию или нет? Или это что-то свободное такое? Я слышал, что в 5 утра тренировки даже начинаются. Бывает, но это уже в частном порядке. А так, например, стандартное расписание на тренировочный день в сезоне. То есть мы собираемся командой, завтракаем, после этого идем на… Ну, проходит, естественно, какое-то время, то есть нам дают час свободного времени, после этого идем в зал, после зала у нас сразу же лед, после, да, сразу же обед. И после обеда, например, порой бывает, что у нас есть вечерняя тренировка, порой нет. Это в зависимости от игры, от того, как тренер составил микроцикл. То есть сложный процесс, и каждый день разный получается. Но в основном у нас по 2 тренировки в день, и между ними там только вечером остается время на безделье или отдых. Суммарно количество часов, проведенных в спортзале, на тренировках и так далее, это сколько в день примерно? Ну, примерно час в зале и от 2 до 2,5 часов на льду. Это одна тренировка? Это в общем день. В общем день, то есть. На льду больше двух тренировок часов очень сложно провести. Я не сомневаюсь, что это сложно, но мало ли, некоторые, например, танцоры по 8 часов в день тоже занимаются. Тоже физическая нагрузка, дай Боже, поэтому я хожу. А сколько лет спортсмен может стоять на льду? То есть сколько, до скольки он может играть? Вот у меня такой вопрос, может быть, даже глупый, но мне очень интересно. На самом деле есть просто молодой вид спорта, есть вид спорта как хоккей, да? То есть где временные промежутки, мне кажется, его более. Это очень частно и зависит, наверное, от каждого человека, покуда ты сможешь вынести или покуда тебя хватит организма. Потому что очень трудо... ну, очень физически трудозатратный спорт и ресурс организма, он все-таки заканчивается рано или поздно. Но, как мы можем видеть, у многих хоккеистов и до 45 хватает, то есть Ира Амир Ягар, он, мне кажется, вечный. Вот. А некоторых хватает там до 27. Это тоже очень много зависит от травм, полученных во время этого. Все-таки контактный вид спорта и достаточно сложно прогнозировать. Но мы надеемся на лучшее, поэтому, надеюсь, все доживем до Ягара в хоккей. Ну, а потом? Потом вы начинаете тренерскую, да, карьеру? Ну, тут уже дело каждого, но тренерскую карьеру начинают и раньше. То есть дети все равно тянутся к ребятам, которые были у них кумирами. А если нам есть что им дать детям, то почему бы и нет? Например, заниматься с детьми, даже для профессионального спортсмена, это иногда огромный скачок вперед, потому что, проецируя на детей то, как ты делаешь некоторые движения, ну, для меня это в аватарском направлении, то есть я многое понимаю в себе, то есть почему я ошибался, например, какие движения более удобные или мне подходят. Взгляд со стороны одни. Взгляд со стороны намного яснее. Или вот я, например, всегда делал одно движение, в определенном образом даю это ребенку, а он не получается. Я ищу, в чем причина, и нахожу ее, и понимаю, что, блин, а так ведь намного удобней. И я могу это применять, и это тоже совершенствование. Получается, да, все-таки Михаил Фуфанов у нас еще и тренирует детей. Ну, когда просят, потому что в таком городе, как Чебоксары, достаточно много молодых хоккеистов, и там занимаются они на том же самом Спартаке в школе. Ну, дверь спорта, в принципе, ничего вообще не новая, да, есть у нас определенные традиции, слажившиеся. А вот во сколько нужно начинать ребенку заниматься хоккеем? Вот это такое небольшое пособие, наверное, для родителей, которые мечтают, чтобы их ребенок стал спортсменом, думают, да, отправите меня отправить, да, отправить именно сегодня, да, вот во сколько? Так как хоккей – это очень модное направление, и начиная от Питера, заканчивая дальние углы Урала, уголками, например, то есть многие родители детей отправляют очень рано, то есть с четырех лет на лет ставят, там, с пяти – это рано, и они там включают их в тренировочный процесс полностью, то есть у детей там по шесть, по семь тренировок в неделю – это очень много, не надо лишать их детства. То есть достаточно двух-трех раз в неделю, ну, вот, например, с пяти, с шести лет этого будет выше крыши, и ребенок и удовольствие будет получать, и не потеряет к этому интерес, это очень важно. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях галкипер Михаил Фофонов хоккейного клуба «Чебоксары», а выйдем в следующем выходе, поговорим еще на тему хоккея, на тему нехоккея, но пока что прервемся на музыкальную паузу. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Лисотехническую в Санкт-Петербурге. Просто за счет того, что пошел в хоккейный клуб СКА, мне, например, предоставили свободный график посещений. Но это не такое, что ты пропускаешь университет, тебе все ставят авансом. Нет, просто, например, на время тренировок учителя дают поблажку. То есть преподаватели понимают, входят в положение, со всеми приходится общаться и как-то выбивать себе свободное время на тренировке. Поэтому достаточно сложно. Намного проще будет, если ребенок будет ходить, например, в спортивную школу, получит надлежащее образование и будет время на тренировке, потому что дети обычно занимаются утром и, соответственно, школу пропускают из-за этого. А вот есть какой-то специализированный вуз или факультет определенный, где вот именно большинство хоккеистов учатся, спортивный какой-то? Конечно, конечно. В Лесгов-то, ну, я знаю про Петербург больше, потому что живу там. В Санкт-Петербурге это институт имени Лесгов-то, потому что там есть и хоккейная кафедра, там готовят высшую, ну, готовят трениров для высшей школы в Москве. То есть это очень-очень-очень крутое место. Но, так опять же, как лежит душа. То есть если хочешь тренировать, то да, то нужно образование такое. Ты бы хотел бы попасть туда? Честно... Я веду к тому, какие у тебя планы и перспективы. Вот сейчас ты играешь как профессиональный спортсмен, а ты играешь определенное количество сезонов, потом что? Потом, пожалуй, если тренироваться только в частном ключе, то есть отдельно с каким-нибудь там мальчиком или с профессиональным вратарем, но никак не команду, это очень сложно. Я сочувствую всем тренерам команд профессиональных, потому что это такая нагрузка, это надо знать и думать о каждом, уметь общаться, быть психологом. Это каторжный труд. А вот вратарь – это личная инициатива? Или вот на протяжении многих тренировок тренер смотрел, анализировал так, он будет нападающим или он будет тренером? Как это произошло? Ну, это скорее счастливая случайность и, наверное, метод подбора состава. Так получилось, что у нас в команде не было вратаря и лежала красивая вратарская форма. И я такой подумал, вау, это должно быть очень круто. Ну и Лень сыграла, наверное, большую роль, потому что я думал, блин, игрокам приходится бегать так много, так долго. Ну и встал в ворот и начало получаться. В первую же тренировку тренер разлился на меня, потому что я не пропускал шайбы от него, а он не мог уронить достоинства перед ребятами и прорвал мне насквозь ловушку. Я тогда первый раз в жизни увидел, как это бывает. Порванная форма. А когда это было? В каком возрасте? Это было в 12 лет примерно. Ага, то есть в 12 лет уже, ты понимаешь, все, ты вратарь. Даже поздно это было. Друзья, на самом деле Михаил сейчас лукавит. На самом деле мы здесь, когда разговаривали за эфиром, Миша говорит, что даже когда уходит на отдых, то первые три дня отдыхается, а все остальное уже не может. Нужно бегать, нужно прыгать, нужно скакать и так далее. И все это в частном порядке на весь отдых, как говорится. Нужно заниматься, иначе не то, что вот все, а иначе просто сама душа и тело требует это, правда? Конечно, организм не переживает длительный отдых. Да, то есть, ну, правильно, вот у всех такое бытое мнение, что вратарь стоит, что там все вышутся, все потеют, играет, а вратарь стоит, и клюшки туда-сюда будет. На самом деле это же тоже колоссальная нагрузка физическая. Я, честно, думал так же, как и все, что вот, встану в ворота, ничего делать не надо, стоишь, отдыхаешь. А потом появился вратарский тренер. И объяснил мне, что все совершенно в жизни не так, а уже было поздно что-то менять, и я схватился за голову, но уже все, уже полюбил. И мне нравилась та ситуация, когда ответственность на тебя намного больше, взгляды прикованы, приходится... Ошибку вратаря видно сразу на табло. Поэтому с таким давлением приходится из себя вытаскивать резервы, скрытые вот это чувство, когда делаешь все правильно, когда не ошибаешься, это непередаваемо. Поэтому и тренер подобрался правильный, и все получилось понакатанное. И мне объяснили, что вратари работают в 2 раза больше, вратарь приходят на час раньше, уходят на час позже. Для вратарей есть определенные тренировки, и ты должен их выполнять. И я понял, что стоять на месте не сработает. Одним словом, друзья, в команде все участники равнозначны. И, не побываясь этого слова, пашут одинаково. Миш, мы завершаем сейчас телеэфир. Что бы ты сказал какие-то напутственные слова, может быть, начинающим мальчишкам, которые сейчас смотрели наш эфир, и вот они без того хотели в хоккей, теперь еще больше захотели? Я бы сказал, пробуйте, и все обязательно получится, потому что хоккей любит трудолюбие. И всегда пласят за него великими достижениями. Увидимся на льду. Да, отлично. Увидимся на льду, на битве двух столиц. Друзья, не пропустите, ну, не пропустите наш радиоформат. Мы туда и переходим прямо сейчас из телеформата. С нами гость Михаил Фофанов, хоккейный клуб Чебоксары. Ну, и постоянный ведущий мы, Максим Попов. Анголицына, всем радиослушатым ТВАН, радиоволны 100 и 3Ф, большой пламенный привет, мы услышимся в следующем части. Ну, а всем телезрителям национальной телекомпании Чуваши мы говорим с новым добрым днем, друзья. Вот так вот здорово, весело, вместе с будильником мы просыпаемся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...